Доброго времени суток, барышни и господа. Меня зовут Коломенский Владислав. Меня Климанов Кирилл. Мы студенты первого курса NIAOMI-FI. Сейчас мы бы хотели рассказать о нашем проекте, а именно о моде на игру Factorio. Руководителем проекта, а также автором идеи является Тимофеев Юрий. Задача проекта – написание мода, добавляющего реализма в некоторые аспекты игры. Мы выбрали этот проект, так как нам интересна тема геймдева. Сама по себе игра Factorio – это симулятор строительства и управления с элементами стратегии. Игрок управляет персонажем, который может свободно перемещаться по карте заданного или условно-бесконечного размера, представляющей собой поверхность неизведанной планеты, богатой различными ресурсами. Данные ресурсы можно добывать и делать из них различные приборы и механизмы. Так, основой игрового процесса является создание обширных производственных цепочек и повсеместная автоматизация. Для этой игры написано немало модов, расширяющих и обогащающих игру и рецептуры основных предметов. Но для нашей модификации мы старались брать только самые удачные и чужие наработки и придумывать что-то новое. Если говорить конкретнее, то нам показалось, что некоторые игровые механики весьма поверхностны. Так, металлургическая промышленность игры ограничена исключительно переплавкой руды в печи. Поэтому в рамках нашего проекта мы полностью переработали данный аспект игры. Также были добавлены новые и переделаны уже имеющиеся рецепты крафту предметов. Помимо этого, было добавлено пару небольших аддонов, о которых будет рассказано чуть позже. Еще раз обращу внимание на то, что все изменения, добавленные в игру, направлены на реализм. Актуальность нашей работы заключается в том, что дети в основной массе любят играть в игры. А благодаря нашему моду, они бы могли узнавать еще много нового и интересного, и всесторонне развиваться. Для написания модификации было необходимо изучить новый для нас язык программирования ЛОА. Интересной особенностью этого языка являются прототипные модели ООП. Прототипные программирования – это стиль ООП, при котором отсутствует понятие класса. А наследование производится путем клонирования существующего экземпляра объекта – прототипа. Чтобы внесенные нами изменения не разрушили игровой процесс или внутреннюю экономику, нами была изучена теория игр. Также для написания моды было необходимо познакомиться с факторией API. Для повышения разнообразия в игре был разработан небольшой аддон – Realistic Weapons. В этой модификации в игру были добавлены несколько видов оружия, в том числе новые виды патронов и брони. В игру добавлены три вида брони для отражения физического урона и два против альтернативного – химического и урона от огня. В общей сложности реализовано четыре новых вида оружия, шесть видов брони и четыре вида патронов. Кроме того, для нового оружия добавлены звуковые эффекты от выстрелов. Мы изменили механизм добычи руд для железа. После добычи руды ее нужно подвергнуть дроблению, промыть и обогатить, переплавить слитки и провести через пресс, чтобы получить нужные в крафте металлические плиты. Для медиа реализованы не только те же процессы, но и добавлен механизм обдувки руды. Новые технологии добавлены во все ветки развития производства и существенно осложнены. В игре добавлен новый биом – лес гивей. Протагонист может добывать каучуку и смолу для создания резимны, применимой в различных рецептах. Разработана серия комментариев к игре, показывающих, как тот или иной процесс происходит в факторе и в реальной жизни. Кроме того, дефолтные обои игры заменены тематически обои нашего мода. Для повышения сложности игры и развития мода в факторе добавлено олово, цинк, титана и алюминий, кварц. Также добавлено бронза, как рецепт сплава медиа и олова, цепочка крафта, как в реальной жизни. Добавлен халькоперид и еще несколько специфических элементов для увеличения реалистичности игры. Для всех добавленных ресурсов заставлены технологические и производственные цепочки. В игре есть несколько этапов развития производства. В нашем моде мы существенно усложнили условия перехода с этапа на этап для большей сложности прохождения. Мы приблизили фактория к реальности, чтобы пользователи могли в процессе игры открывать для себя много нового. Увеличили сложность игры и количество часов для ее прохождения. Добавили в игру много новых рецептов и вещей, к примеру, оружие и броню. К сожалению, плохо проработаны текстуры из-за проблем с дизайнером, а конкретнее его отсутствием. А на этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...